Парты, доски, канцелярия, строительные материалы для ремонтных работ, техника и программное обеспечение. Все это вузы закупают у частных фирм. Однако в последнее время сотрудничать с государственными учебными заведениями стало невыгодно. Все подрядчики вначале должны предоставить свои услуги, а потом получают оплату. Но денег приходится ждать не один месяц. В Харьковском институте финансов задолженность перед поставщиками и подрядчиками накапливается уже несколько лет. Платежи за канцелярию и мебель приходится откладывать на неопределённый срок. В последнее время, рассказывает ректор, ситуация особо обострилась. Например, мне уже по-человечески нет возможности обращаться за услугами к тем коммерческим организациям, где кредиторская задолженность перевалила за полгода, приближается год. Ну как я предложу руководителю сотрудничество в этой ситуации? Долги перед частными фирмами и предпринимателями есть у всех государственных учебных заведений. ВУЗам всё труднее делать необходимые закупки. Бизнесмены неохотно соглашаются на сотрудничество, когда неизвестны сроки оплаты. По данным государственной казначейской службы числится задолженность более 69 миллионов гривен. Это по товарам и услугам порядка более 45 миллионов гривен. И по работам по капитальному и поточному ремонту, и текущему ремонту более 24 миллионов гривен по расчётам с подрядными организациями. В консультационном центре для предпринимателей объясняют, поскольку оплату услуг приходится ждать месяцами, фирма несёт немалые убытки. Полностью нарушается денежная оборотная система. И в лучшем случае в небольшой компании настают трудные времена. В худшем она становится банкротом. Немаловажной является и предлагаемая вузами цена. Сложность с бюджетными организациями заключается в том, что всегда, допустим, на определённый товар устанавливается фиксированная сумма. То есть, допустим, определённый стол должен стоить не более 600 гривен. Ну, как бы очень сложно вложиться в эту сумму, сделав при этом товар хорошего качества и заработать на этом денег. Деньги для таких закупок вузы зарабатывают сами, формируя так называемые спецфонды. В них направляют средства, полученные за контрактное обучение, платы за предоставление помещений в аренду, гранты и доходы от платных семинаров. Исходя из заработков, рассчитывается смета расходов. Однако для того, чтобы деньги для спецфонда перечислили поставщику или подрядчику, нужно пройти промежуточный этап – одобрение в казначействе. Там платежи откладываются из-за установленных в государстве лимитов на вузовские выплаты. Таким образом пытаются экономить, объясняют ректоры. Но на самом деле это не оправдано. Если мы не платим бизнесу, то бизнес не включает эти деньги в свой коммерческий оборот. А значит с них не уплачиваются налоги. То есть сокращаются фискальные поступления. Пытаясь экономить бюджетные средства, мы на самом деле сокращаем бюджетные поступления. Из каждого возможного упущенного оборота капитала эта сумма упущенных средств растет. На болевший вопрос ректоры обсуждают с министром образования во время его визитов в Харьков. Руководители вузов сетуют. Из-за задержек в казначействе они не могут нормально работать. Глава Минобразования напоминает о тяжелой ситуации в стране. В государстве нет денег. И это очень большая проблема. И поэтому я вам не могу дать эту ответственность. Единое, что я могу сказать, что мы приняли пакет так называемых антикризовых законов. Они страшно непопулярные. Мы сократили государственный бюджет, мне кажется, на 57%. То есть больше, чем на половину. Это абсолютно фантастика. И у нас никогда в державе не было такой ситуации, такой важной ситуации, которая нам досталась в спальщину. В Минобразования хотят ликвидировать зависимость вузов от казначейства через автономию высших учебных заведений. В первую очередь предлагает министр переводить деньги спецфонда на счета государственных банков. Однако пока это неправомерно. Закон о высшем образовании с учетом этих правок планируют принять в ближайшее время. В общем-то, все хотят больше свободы. То есть не надо тоже аккуратненько обращаться иногда, чтобы свобода не переросла в анархию. Анна Сердюк, Алексей Жучков, Виталий Асмачко и Борис Буцевич. Объектив неделя.